есть множество госкомпаний есть люди которые думают украинцы что у нас принадлежат какие-то заводы и так далее ура нельзя их отдавать никому врагу отдавать нельзя но эти заводы как-то работают окей они работают в убыток почему не работают в убыток потому что есть фирмы прокладки которые покупают дорого продают дешево да и разница оседает в карманах друзей власти и друзей друзей власти и кто у кто де-факто владеет этими заводами ну наверное не украинский народ а вот эти чиновники которые получают прибыль потому что неважно на кого она записана прибыль получают эти люди и те которые были до них и те которые придут после нее и государств в принципе неэффективный собственно регулятор как с госбанками так из госкомпании надо все продать и просто регулировать будут работать заводы криворосталь типичный пример единственная приватизация в украине которая прошла правильно вот у нас у многих есть такая прививка от приватизации аллергия на приватизацию потому что приватизация в украине было кидалово единственная приватизация которая прошла честно это криворостали мы видим у нас работает криворосталь прекрасно арцеллер постоянно инвестирует деньги и это образцово показательный завод вот именно такая приватизация должна быть проведена но именно против такой приватизации сопротивляются те люди которые контролируют эти заводы и причем очевидно да где же не харчеваться будут по той же проблеме мы есть вот есть очередь из зарубежных инвесторов а завод не продают вам говорят в апреле не готовы давайте продадим в октябре мать горит него отопительный сезон нельзя же продавать давайте после отопительного сезона потом приходит апрель все говорят назначаем на октябрь и 5 по кругу прошло это уже несколько лет так происходит почему потому что люди сидят и зарабатывают на этом деньги был роттердам плюс были все прочие вещи позволяя вам покупать дешево уголь через фирмы прокладки заводить на завод и продавать дальше поэтому приватизация крайне важно вот и плюс еще наверное важный самый важный фактор не то чтобы убрать эту коррупцию это важно потому что опять же она влияет на принятие решения она идет дальше в парламент и дальше коррумпирует коррумпирует всех но просто украине крайне нужны инвестиции вот без внешних инвесторов мы как мюнхаусен который пытается себя за волосы вытянуть из болота мы не можем это но это невозможно загоны физики так не работают для того что пришли инвесторы нужен сигнал потому что украина это такая страна третьего мира про который вообще особо никто не знает и сюда не хочет идти для того чтобы инвесторы пошли мы должны дать там яркую вспышку позитива вот как было с кривой стали продали кривой стали потом здесь очередь стояла вот реально очень покажите еще что-то давайте 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 продаем и пару объектов то точно так же раз запускается процесс и приходит украине инвестирование ну что мы сейчас у нас локально еще есть вот это преимущество дешевая рабочая сила за счет девальвации которая может помочь нам сейчас создавались рабочие места давайте понимаем что через 10 15 лет этого преимущества не будет потому что будет роботизация и роботы будут дешевле любого украинца и пока это не случилось мы должны еще использовать хотя бы это преимущество что потом этого просто не будет здесь 15 вообще никому не надо будет ничего тут создавать какие заводы ничего инвестировать вы просто в возле берлина будете в полях ставить какие-то заводы, где роботы будут клепать. И это не будет даже забирать рабочих мест у немцев, это будет занимать рабочие места у украинцев, у китайцев. И правительство Германии с удовольствием будет это делать. Я не могу сказать, что что-то появилось в Украине из новых предприятий, которые... Есть множество IT-стартапов и так далее, безусловно. Но просто большая часть из них работает либо так, что мы его не видим, либо они работают на аутсорс, либо они работают на аутсорс так, что мы его не видим. Поэтому говорить о том, что что-то в Украине такое открылось, сногсшибательное, нет, ничего нет. Добавленная стоимость формируется в Калифорнии, все там. И все новое возникает там. В Украине априори очень трудно представить, чтобы что-то новое возникло. Пример реформы нафтогаза, пример реформы Укргазоводобывания. Это пример, когда захолустные государственные компании, которые тянули вниз, вдруг превращаются в сверхприбыльные конторы, которые могут тянуть за собой экономику Украины. И это результат антикоррупционных реформ и реформ корпоративного управления. Это результат высоких зарплат чиновника, менеджмента. Потому что это крайне важно. Это тоже очень популизм силен в Украине, что давайте не платить людям высокую зарплату. Но, например, Прохоренко, который получает высокую зарплату и возглавляет Укргазоводобывание, он свою зарплату окупил через неделю, наверное. На годы вперед окупил. Это просто выгодно украинцам. Выгодную сделку заключаете. Я нанимаю чиновника. Это не гарантия, если вы позволите момент, что он не будет воровать. Нет, без вопросов. Он может воровать. Но, если вы не даете высокую зарплату, никто не придет, тот, кто не будет воровать. У вас просто выбор будет только из коррупционеров. Потому что на 5000 гривен придут либо идиот, либо коррупционеры. И непонятно, что хуже при этом еще. Другой человек не придет. Вот человек, который получает хорошую рыночную зарплату с опытом и способностью к управлению, просто не придет на маленькую зарплату. И вероятность, что вас позовут в прокуратуру. Или как тот же Прохоренко, который живет в отеле за Киевом под охраной Альфы. Просто потому, что он делает такие вещи, за которые его могут убить. И понятно, что за это надо доплатить деньги. Это бесплатно никто вам делать не будет. И за это даже иногда надо переплачивать. Потому что кто готов пару лет своей жизни отдать на то, что он будет сидеть под охраной и никуда не выходить. И причем надо понимать, что это человек, который до этого не был простым активистом с улицы, у которого ничего нет. И он не жалко поменять. Но зачастую эти активисты не обладают ни опытом, ни знаниями, которые могут бы применить и что-то изменить. А люди, которые обладают, они ведут прекрасную жизнь, образ жизни. У них хорошие машины, у них хорошие квартиры. Они отдыхают несколько раз в Европе в году и прекрасно себя чувствуют. И вот этих людей вам надо убедить прийти в госконтору и положить пару лет своей жизни просто на служение. Вы должны им заплатить за эти деньги. Если вы им не заплатите, они не придут. Но на самом деле убрались схемы. Это на самом деле все просто. Вот схемы Онищенко просто ушли. Там на спильное добывание и так далее. Вы просто убираете те прокладки, которые висят на компании. Вы просто покупаете за реальную цену. Просто убираете всю эту шелуху. Это вообще не очень сложно, на самом деле. Вы просто заставляете компанию работать правильно. То же самое сейчас в Укрпочте происходит. Там просто все писают кипятком от того, что происходит. И главное посылки начали вовремя приходить. Вот казалось бы процесс логистики и там и там. Вот пришел нормальный человек в Укрпочте, Смелянске. И посылки начали приходить вовремя. Просто потому что наладим процесс логистики. И убрана из него какая-то безалаберность и коррупционность. На самом деле на первом сейчас трудно там убедить, например, Укрзалезный, все приватизировать или Энергоатом. Ну там есть 10-12 компаний максимум, которые нельзя приватизировать. Все прочие должны быть приватизированы. На начальном этапе вы должны сделать там высокие стандарты корпоративного управления. Вывести компанию на IPO, ввести туда частных инвесторов, которые зайдут и будут мешать воровать, условно говоря. Мешать делать схемы в менеджменте и так далее, и так далее. Это первоначальный этап. А потом уже сейчас продажа Укрзалезный, да, это не актуально. Но сделать корпоративацию, повысить стандарты, запустить туда независимых директоров. Ну и в принципе менеджмент Укрзалезный сейчас более-менее адекватен. Хотя влияние некоторых братьев, конечно, прослеживается до сих пор. И оно не убрано. Но очень мало. Госбанки надо массово приватизировать абсолютно. Проблема покупателей нет. Проблема во всех этих историях, что нет покупателей на данный момент. Но приватизация может запустить интерес. И вопрос тут не цены. Вообще не важно, по какой цене мы продаем. Вы продаете первый объект дешево. Вы создаете фон. Второй вы продаете дороже. Десятый вы продадите уже дороже, чем могли бы, если первый продавали бы по дорогой цене. Просто изначально, да, вы можете демпинговать. Просто для того, чтобы привлечь внимание. Весь бизнес приватбанка был построен на простом месте. Это был пылесос. Да, там было хорошее IT и все прочее. Пылесос – это когда вы берете деньги у людей и направляете на свой бизнес. Все. Это пирамида. У банков нет своих денег. Они берут у одних людей и дают другим. Но этот вариант, что вы берете деньги у людей, а даете своему собственнику, который не думает их возвращать и замещает их новыми депозитами – это пирамида. И приватбанк работал по принципу пирамиды. Он действительно был огромный. Он действительно был очень удобный. И это помогало выстраивать пирамиду. Но рано или поздно это должно было все бы рухнуть. Потому что объем денег, средств, которые они вывели, он огромный. И там 5 миллиардов – это может показаться на самом деле только вишенкой на торте. И там, возможно, гораздо-гораздо большие суммы выводились до этого времени. Соответственно, рано или поздно это все бы рухнуло. И операция по приватбанку, то, как она была проведена, это просто блестящий пример того, что вот можно что-то делать. Потому что так будет просто, что не будет эффекта на систему. Дефекта же нет на самом деле на систему. Это можно аплодировать стою. Она готовилась, конечно же, около года. И в меморандуме МВФ оно проходило. И процессы прорабатывались, потому что до сих пор. IT-система приватбанка, о которой все так говорят, она же не принадлежит приватбанку. Оно в облаке все. Облако принадлежит бывшему менеджменту. Все хорошо, да. И поэтому вы всегда зависимы от них. И это надо выстраивать заново каким-то образом. Поэтому приватбанк был большим пылесосом. Огромным, инновационным, но пылесосом. Его функция была абсолютно антирыночная и антиэкономическая. Пирамида, которая позволяла собственникам зарабатывать огромные деньги и выводить их из страны. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок